Попробую такой небольшой ролик, потому что у меня складывается кое-какая дискуссия с одной из участниц моего канала, абонентов моего канала. Зовут ее Наталья. И вот она высказала довольно интересную мысль, которую бы мне не хотелось просто описывать, а попытаться немножко озвучить, потому что это может быть полезно многим людям. Мысль ее заключается в том, что любое общество, в том числе европейское и вообще любое, оно развивается, естественно, когда-то оно погибает, то есть наступает конец. И Россия, так сказать, в этом смысле имеет потенциал просто потому, что она еще находится на стадии развития, а значит у нее есть некий коридор для развития. И можно надеяться, что она придет в какое-то иное состояние. Это очень правильная мысль, но тут я бы хотел оттолкнуться вот от чего. Вообще, чтобы понять, какое общество имеет будущее и какое общество будущее не имеет, нужно оттолкнуться от теории, которое было разработано еще греческими философами, и в наше время очень много людей этим занимаются, и поставить просто такой вопрос, а вообще какое общество можно считать идеальным или приближенным к идеалу? Так вот, если мы спросим, например, разных людей, разного пола и разного возраста, если мы спросим 10 молодых мужчин и 10 стариков, например, они будут рассказывать каждый о своей модели идеального общества. Если мы спросим 10 женщин, 10 детей, также у каждого из них будет свое представление. Поэтому это очень сложный вопрос. Еще примешиваются религиозные, социальные, на какой ступеньке человек находится, естественно, интеллектуальные и прочее. И таким образом вывести формулу идеального общества достаточно сложно. И тем не менее, ученые это сделали. Они это доказали, философы и социологи, перелопатив кучу материалов, в том числе огромное количество книг, которые писали с трудов. И вот они пришли к такому банальному выводу, что если бы люди могли в какой-то момент отключиться от своего пола, от своей национальности, от религиозной принадлежности и так далее, то все они выбирают всего лишь два критерия. И эти два критерия следующие. Это свобода и равенство. Так вот, идеальное общество – это не то, которое имеет много хороших вещей, хорошие дороги и так далее, это уже приходит потом, а то, которое внутри несет в себе идею свободы и идею равенства. Здесь нужно уточнить, что равенство не в том понимании, как неправильно сформулировал этот дедушка Маркс, а затем взял за основу дедушка Ленин и решил такое равенство устроить, что у всех отобрать и поделить. Нет. Равенство имеется в виду такое, которое есть в природе. То есть, например, дуб не равен цветку, который растет под ним, или траве, или еще что-то. Дуб – огромное мощное растение. Трава, цветок или рядом стоящий куст с орехом имеет другой потенциал, имеет другую природу. Но они равны в том смысле, что у них одинаковые условия существования. То есть, и для дуба, и для куста рядом с ним требуется вода, солнце и пространство. Но они никогда не будут равны сами по себе. Точно так же, как волк никогда не может быть равен овце, которую он съедает. Волк – хищник, у него одни потребности, у овцы другие потребности. Но они живут в природе, или, скажем, заяц, да? Они живут в природе, и как они будут выживать – это их дело. При этом волк может совершить ошибку и погибнуть молодым сильным животным, а хитрый и осторожный заяц может дожить до глубокой старости, что, кстати, в природе очень редко встречается, потому что заяц обычно становится чьим-то обедом. И на основе этого и говорится о равенстве. То есть, общество, идеальное общество только тогда, или приближенное к идеальному тогда, когда люди различных социальных прословек имеют одинаковые возможности для старта, развития и так далее. Поэтому приходят к выводу такому, которому, к сожалению, Россия пока не пришла, и мне кажется, она никогда к этому выводу не придет, по крайней мере, на этом историческом этапе. Дело в том, что в России однозначно и, ну, по-моему, уже до конца закакали такое понятие, как либерализм. Либерализм для России – это своего рода сейчас ругательство. Сейчас вообще придумали там либерасты и вообще всякие такие подобные слова. И люди берут это, произносят, они вообще не задумываются. Почему-то всех плохих людей помазали краской, сказали, вот это либералисты, либералы. И мало кто задумывается, что это вообще такое. И при этом, ну, кое-кто иногда, такая мысль западает, вот почему-то западное общество называют либеральным, американское общество называют либеральным, так снисходительно. Ну, это такое либеральное свободное западное общество. На самом деле, что такое либеральное? Либерта, друзья мои, это свобода. Это стремление к свободе. Американцы поставили свободу в основу своей культуры, своего государства, всего. То есть, только свобода имеет право править бал. При этом свобода – это не безграничное делание чего угодно. Это строгий порядок. Свобода каждого должна охраняться. И твоя индивидуальная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому у американцев, обратите внимание, вы не можете к ним прийти в дом и просто зайти. Вам могут выстрелить. Вас могут выстрелить только потому, что вы нарушили территорию. Более того, если кто-то посягает на вашу свободу, это считается худшим преступлением, чем экономическое преступление, чем преступление против конкретно тела человека, то есть нанесение каких-то увечий и так далее. Свобода вознесена там, на пьедестал. Почему? Потому что люди поняли, что только в условиях свободы, защищенной законом, здесь я еще раз повторяю, защищенной законом, может развиваться все остальное. Только в этих условиях люди становятся творцами. Вот что самое главное. То, чего нет в России и то, что есть в Европе. Человек подобен творцу и стремится творить. Он создает машины, дороги, города, а государство помогает ему в этом. То есть государство, по крайней мере, не препятствует. И в результате этого мы видим. Америка – молодое государство. Очень молодое по сравнению с Россией. Посмотрите, какой колоссальный рост. Посмотрите, как буквально в тот момент, когда они пришли к определенным выводам, у них начался бешеный рост. Они развили свою страну, кстати, чуть-чуть меньше, чем Россию по территории. И там просто нет неухоженных мест. Ну, почти нет. Там есть какие-то отдельные падшие эти штаты, но их действительно мало. Съездите в Америку, посмотрите. Это удивительная, красивая, очень организованная страна с замечательными парками, с замечательными работающими, свободными людьми. Вот это самое главное. В тех странах, где свобода всячески нарушается, где людям мешают быть свободными, где быть свободным считается плохо, там не будет развиваться вот этот творческий потенциал, который и толкает прогресс. Ну, и вторая часть идеального общества – это равенство. Все то же самое. В Америке, почему американская мечта – это такая самая привлекательная идея? Потому что там все равны. Все действительно равны. Любой человек, сын рабочего или сын адвоката имеет одинаковые стартовые позиции. Я живу в Германии, точно так же вам говорю. Здесь точно так же. Если у тебя нет денег, но у тебя есть талант, ты пробьешься в этом обществе. Потому что общество устроено таким образом, что у каждого человека есть возможности подниматься по этим социальным лифтам, которые созданы, специально созданы для того, для отбора вот этих талантливых людей из всех слоев населения. И поэтому европейское общество, оно нашло этот баланс. Оно нашло ту нишу, что и дуб, и куст, и цветок живут одновременно в одном симбиозе, и каждая из них развивается в свою силу. Поэтому я думаю, что у западного общества, типа американского общества, еще очень-очень большое будущее. Потому что оно основано на человеческой потребности быть свободным, быть творцом и понимать, что все равны, каждый рожденный на земле, имеет право на человеческое существование. А до тех пор, пока в России будут думать, что есть избранная элита, что есть какая-то челядь, народ, там вообще никто не будет обращать внимание, что там в этом народе родится, там ломоносцев новый не родится, и так далее. До тех пор, пока будут со всех сторон закрывать свободы, до тех пор, пока слово «либеральный», «либерта» будет в России ругательным, ничего хорошего в этом обществе не будет. Я не знаю, может быть, когда-нибудь Россия придет в состояние, когда она обратится к этим вопросам. Но на данном этапе цивилизации, к сожалению, она показывает противоположные тенденции, и поэтому я смею думать, уважаемая Наталья, что пока что ваши мечты останутся лишь мечтами. А закат Европы, который так долго, уже очень много, в течение приблизительно 200 лет пророчат различные писатели и прочее, не наступил, и еще очень долго не наступит. Всего вам самого доброго в этой жизни и старайтесь быть свободными.